В конце июня мы рассказывали историю о курсанте Щучинского кадетского корпуса Улани Мусаеве. 30 июля 2021 года, заступив на ночное дежурство, он выстрелил себе в голову. Юношу спасли. Сейчас он в тяжелом состоянии не разговаривает. Ему нужна долгая и сложная реабилитация. Мы написали официальные запросы в Минздрав и Министерство обороны. Вот что нам удалось выяснить. По словам генерал-майора Самата Тулебаева, было проведено служебное расследование, в ходе которого версия о доведении до самоубийства не была доказана. Кроме того, он уверяет, что Улан мог в любой момент написать рапорт об отчислении из учебного заведения. Его действия были расценены как попытка суицида. Поэтому, согласно 51 статье о воинской службе и статусе военнослужащего, ему не положены никакие выплаты. С нашей стороны Министерство обороны сделано все возможное. В соответствии с законодательством, в соответствии с нашими намерениями. В добровольном порядке была собрана сумма 720 тысяч тенгер, передана маме. Также она находилась в Чучинске, там оплачивали арендное жилье. Постоянно происходит мониторинг медицинскими работниками. То есть в случае какой-то ухудшения здоровья или необходимости какой-то необходимой медицинской помощи, наши врачи готовы всегда помочь. Больше пока каких-то еще помощи, материальной финансовой у нас нет возможности. Важно отметить, что Улан не в состоянии рассказать причину своих действий. И если он сможет разговаривать, то расследование будет продолжено. По словам главного военного хирурга, полковника военно-клинического госпиталя Министерства обороны страны Мурата Чаманова, Улану было сделано 4 операции за 8 дней. И это спасло жизнь юноши. Но услуги реабилитации военный госпиталь не оказывает. Военный госпиталь и вообще военная медицина, она сама по себе не предполагает размещение пациентов, нуждающихся в сестринском уходе. Это очень важно. Суть военной медицины – это либо вылечить под ней и вернуть в строй военнослужащего, дальше защищать родину, либо же, если он не годен к исполнению своих обязанностей, уволить его из рядов и уже дальше гражданское здравоохранение проводит реабилитацию. Но, тем не менее, поскольку это наш кадет, мы занимаемся его патронажем. Периодически, через определенное время проводятся осмотры невропатологам, урологам, потому что эти специалисты, которые на данный момент, он в них нуждается. Проводится забор анализов, но, к сожалению, пациент находится в таком состоянии, что он нуждается именно в сестринском уходе. Около полугода УЛА находился в военном госпитале. По словам главного внештатного реабилитолога города Астаны, Лязат Джусуповой, за это время прошли все сроки получения бесплатной реабилитации. Однако, в порядке исключения, эта услуга была оказана единоразово. Умусаев Улан, 2003 года рождения, поступил нам 27 марта и был выписан 13 апреля 2023 года с диагнозом восстановительное лечение после тяжелой черепно-мозговой травмы. Как бы статус у него, да, внешний раздражитель реагирует, как бы присутствует и выполняет только простые команды, спастический тетропорез и нуждается в постоянном уходе. А сейчас по новому приказу, по 116 от 7-го, 10-го до 22-го года, что реабилитация производится только в течение 6 месяцев. И у него сроки все вышли. Теперь только на третьем амбулаторном этапе в поликлинических условиях. Вся помощь оказывается. По словам Лязат Джусуповой, теперь реабилитация возможна только на коммерческой основе. Но семье Мукожановых, которая живет лишь на пенсию Улана, лечение не по карману. Поэтому вся надежда только на неравнодушных людей. Даже незначительная для вас сумма может стать важным вкладом в состояние здоровья юноши.